Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Получится ли эффективнее решать жилищно-коммунальные проблемы и благоустраивать дворы, если власть станет ближе к народу? Что изменит реформа местного самоуправления? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии председатель ТОС-5 Струковский и председатель общественного совета микрорайона Струковский Надежда Курапова. Ваши вопросы и мнения озвучивайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Всегда можно сказать, что много проблем в сфере ЖКХ. И все-таки, что больше всего сегодня волнует людей? Вот именно по этим проблемам, этим аспектам. Вы знаете, все зависит, наверное, от дома и от территории, где находятся эти жители. Если дом сравнительно молодой и более благоустроенный, я имею в виду в плане жилищно-коммунального хозяйства, то их интересуют уже территории, прилегающие к этому дому. Это парковки автомобилей, это соседство с магазинами, которые доставляют неудобства жителям, проживающих в этих домах. Это ближайшие распивочные, которые тоже приносят большой ущерб. Если, например, центр города, площадь Куйбышева, куда бы оказалось еще лучше, то здесь свои проблемы. Если даже дом в нормальном техническом состоянии, то многочисленные праздники, которые проводятся на площади, доставляют столько неудобств жителей. Это те же самые машины, это пьяная молодежь, это гулянки, это салют. С одной стороны, да, праздники нужны городу, но, может быть, их должно быть немножко поменьше и куда-то перенести в более отдаленные, на ту же самую набережную, где нет жилого сектора. Потому что, когда начинается салют, у людей просто стекла трескаются. И такие проблемы есть. Есть еще и проблемы по дорогам, по внутриквартальным дорогам, по озеленению. Сейчас вот в связи с тем, что у нас внутридомовые нужды, общедомовые нужды, поэтому кто-то хочет, чтобы цветочки были во дворе, другие экономят денежку, потому что у них не такой большой достаток. Но, слава богу, правительство пришло к тому, что их отменить с 2016 года, будет просто увеличен немножко тариф, и тогда, наверное, все вернется на круги своя. Да, вот вы сказали ключевое слово моего следующего вопроса – тарифы. С 1 июля они у нас изменились, увеличились. Да, увеличились. А что еще, может быть, поменялось в системе ЖКХ, на что нужно обратить внимание? И по тарифам. Как стоит к этому относиться? К этому люди уже привыкли? Или это все-таки вызывает все-таки какое-то непонимание и недовольство? Ну, конечно, болезненно все это. С одной стороны, люди приходят в магазин, как только повышаются тарифы, все это тянет за собой цепочку. Сначала у нас повышается нефть, говорят, вот транспортные расходы возрастают, поэтому необходимо тарифы повысить. Отсюда и хлеб дорогой, и молоко, или там неурожай. Но государство, в общем-то, установило предельную планку, выше которой ни один поставщик коммунальных услуг, либо жилищно-эксплуатационная компания не имеет права повышать эти тарифы. Они разные, но не более 21% не должно превышать. Вот я специально принесла ставки на жилищно-коммунальные услуги. Например, электроэнергия повысится всего на 8,5%. А вот водоснабжение и водоотведение где-то на 16%. Значит, что здесь еще? Ну вот холодное и горячее водоснабжение, оно по-разному. Одно на 9,5%, второе на 5,4%. Но что я хочу напомнить жителям, я как-то однажды уже говорила, что по-прежнему Управление социальной защиты принимает от жителей заявление на возмещение затрат по отоплению. У нас же с января месяца ввели единую теплоэнергетическую компанию и стал ПТС, у которой тарифы были больше, чем у ВДКК. Говорили, что это будет как раз на полгода, то есть за 6 месяцев. Я буквально сегодня звонила в Управление социальной защиты, они сказали, все, кто приходит, мы у жителей, как бы принимаем эти заявления и возмещение будет обязательно. Я себе в квартире тоже оформила, просто посмотрела, насколько это сложно. Да, 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 вот стоит это, потому что это время все-таки. А вдруг вот придешь, там какие-то копейки, и вот думаешь. Ну, я не знаю, копейки, не копейки, но у всех разные. У нас же отопление идет с площади, у кого большая площадь, конечно, будет приличная сумма, 800 рублей, я считаю, что это нормальная сумма. Там же повысилось предем на 100-150 рублей в месяц. Вот умножаете на 6 месяцев, получится вот такая сумма. Ну, и опять же, все зависит от площади квартиры, в которой вы проживаете. Теперь еще, значит, у нас существует 261-е постановление правительства Российской Федерации, это по энергосбережению, где нас обязывали установить приборы учета. Но сейчас вот внесли, опять же, изменения в это законодательство. Например, на газ, если у вас нет газовой плиты, то, в принципе, это необязательно, если вы приготовите только пищу. Причем в этом постановлении было написано, что с 2015 года должны были применять уже повышающий тариф для жителей, которые не установили приборы учета. Но, учитывая экономическую ситуацию, опять же, было внесено изменения, и пока вот это повышение немножко... Только на газ? Только на газ. Нет, не только. На воду в обязательном порядке мы должны устанавливать, как на горячую, так и на холодную. Ну, по электричеству это однозначно. Мы уже привыкли к тому, что электроэнергию оплачиваем. Причем там тоже есть свои льготы. То есть вы можете ночной и дневной тариф установить, счетчик, и какие-то работы выполнять ночью, там, стирать, например. Да, да, это вот новая современная тенденция. Холодильники у нас, морозильники у всех появились. Они же молотят целые сутки напролет и круглый год. А можно установить такой счетчик, который будет в ночное время? Вот что там меняется? Там меняется сумма оплаты за ночной период. Вот, а с 11 вечера до 6... Да, она почти в два раза меньше, чем днем. И установив вот такой счетчик, как-то он называется? Прибор учета. Особенно вот этот вот, который... Двухтарифный счетчик. А, двухтарифный, да. Можно экономить. Можно экономить. Хотя он стоит подороже, сам счетчик, наверное. Ну, она оправдывает. Если это семья, у которой много техники и люди пользуются, то это себя оправдывает. Да, потому что вот вынуждают нас обстоятельства вот эти. Плата за капитальный ремонт прибавилась, да, тарифы повышаются. Все это вынуждает как-то начинать экономить. То есть для вас первое решение экономии – это установка счетчиков. Да, установка счетчиков. Потом есть у нас лампы всевозможные энергосберегающие. Общедомовые расходы можно сэкономить, если жители сами объединяются и вот вкручивают эти лампочки, либо ставят датчики на движение, чтобы свет в подъездах не горел круглые сутки. Особенно вот в летний период ночью. В 3 часа уже светло, и в 10 часов только темнеет. А лампочки горят круглые сутки. Причем вот над подъездами часто идешь по району, смотришь, ну, над подъездом днем, ну, что освещаем, да. Да, а скажите, вот в квартирах, в подъездах вот есть такие отделения на 2-3 квартиры, они объединяются и скрываются. И там вот всегда горит свет у этих людей. Это же тоже накручивается на общие какие-то домовые расчеты. А здесь, ну, вообще, когда люди отгораживаются, вообще они делают незаконную перепланировку. Ну, это очень много сделано. И у всех практически горит свет там всегда, и днем, и ночью. Ну, они должны между собой договориться. А кто плачет вот за это, за тамбур? Здесь, если это управляющие компании, то по-хорошему они должны, конечно, выписать предписание. Это вы, как бы, незаконно прирезали себе дополнительную площадь, и тогда, поэтому будьте добры, уже за свет-то. Но сразу изначально, конечно, это все на общие домовые расходы. Понятно. Да, потому что вот смысл, да, экономить свет в подъезде. У нас вот очень много жителей таких аккуратных, которые выключают, значит, вечером включают, утром выключают. А если горят эти лампы вот в этих тамбурах, это то на то, в общем-то, да, все и выходит. Еще хотелось уточнить про управляющие компании. Вот закончился процесс лицензирования, и сегодня три муниципальные компании готовы взять в обслуживание жилые дома города. А чем отличается, собственно говоря, вот в чем плюсы муниципальных компаний и частных? Почему вот произошла такая ситуация? Чтобы какие-то были сняты, а новые готовятся, значит, принимать. Какой выбор делать жильцам? И что делать с тем жильцам, которые отказались, у которых компании сняли, собственно говоря, как-то лицензию? Получили, и они остались не удел. Ну, я расскажу на примере нашего Ленинского района. У нас было две управляющие компании, ну, за исключением еще там несколько домов, которые эксплуатировали там ТСЖ, и управляли другие управляющие компании. Ну, незначительно, 2-3 дома всего там было. Была управляющая компания Коммунальник, и муниципальная компания, тоже Коммунальник, под одним названием. К сожалению, МП Коммунальник, у них введено внешнее управление, они на стадии банкротства, вот у них должно было... Это вот муниципальная. Муниципальная, да, муниципальная. Вот что самое страшное, что удивительное. Ведь уж кто бы, как бы, должен был контролировать за работой этой управляющей компании, как не сама муниципалитет, потому что они являются учредителями. Ну, не знаю, по какой причине, но случилось вот так. В принципе, те же самые люди, которые работали в этой компании МП Коммунальник, ну, там и профессионалы есть, и вполне добросовестные люди, если царя, которые знают эти дома, они создали 2 новые управляющие компании. Это общество граничной ответственности УК номер 3 и управляющая компания ЖКХ. ЖКК, вот так она называется. Там появились, правда, новые руководители, но штат сотрудников, те, которые обслуживали эти дома, то есть те же самые ЖЭУ, там, в принципе, ничего не изменилось. Они просто вошли в эту компанию. То есть обслуживание продолжается. Обслуживание продолжается, потому что были проведены собрания. И платить нужно. Вот по этим... А как же, в любом случае, слесаря работает... Ну, там уже только какой-то пробел там во обслуживании образовался, можно было что-то вычесть, а тут нет. Слесаря работают, дворники работают, мусор вывозится, аварийная служба работает, поэтому как бы... Но это не все. Вот на территории моего микрорайона у меня восемь домов остались никем не обслуживаемые. Значит, это рабочий городок, это старые корпуса на территории Верского монастыря, потом дом пивзавода бывший, в который... Ну, управляющая компания как бы особо их и не агитировала, жители промолчали, и так получилось, что они остались не у дел. Вот эти дома сейчас выставляются на торги, и какая-то управляющая компания будет им назначена. Возможно, это будет муниципальная компания, а может быть, та же самая компания, которая находится на территории Ленинского района. И все это создание муниципальной компании было вынужденный шаг, потому что жители тех компаний, которые не получили лицензии, ну, вот та же самая знаменитая альтернатива, которая даже не стала подавать на лицензирование, прекрасно понимают, что жители просто не будут ее выбирать. А муниципалитет вынужден был создать муниципальные компании по обслуживанию этого жилого фонда для того, чтобы показать, что, ну, нельзя людей бросать. Люди тут совершенно не виноваты в том, что довели до такого состояния дома. Да, Надежда Ивановна, к нам первые вопросы поступают от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Клавдия Васильевна интересуется. Живу в Октябрьском районе на Николая Панова, 30. Из горячего крана течет еле теплая вода. Что делать? Мы же платим, как за горячую. Естественно, все понустанавливали счетчики, сливают по 20-30 минут и платят больше, и переживают. Да, это проблема всего города. Особенно страдают те дома, которые находятся, ну, как бы, в конце вот той цепочки, куда поступает горячая вода. Разбор гораздо меньше, и поэтому вода остывает. Ну, результат, это самое, есть, как бы, выход из этой ситуации. Необходимо устанавливать либо бойлеры, это надо смотреть каждый дом отдельно, либо подкачивающие насосы. А вообще, в целом, по всему городу нужно делать двухтрубную систему. Это должны заниматься вот теплоэнергетические компании. И ПТС, когда она выиграла, как бы, вот, стать единым, у нас было заседание круглого стола в Думе, когда нам представили эту компанию, как раз вот такие вопросы и возникали. Говорят, ну, у вас тариф выше, какой процент составляет инвестиции, что вы будете делать, как раз вот эти вопросы и возникали. Говорят, ну, в конце концов, за горячую воду платим, пользуемся холодной водой и сливаем очень много, и в конце концов, и газ приходится подогревать, потому что, когда маленькие дети, это же и пожилые люди. Они обещали эту работу выполнить. Давайте будем наблюдать. Посмотрим, какую программу они разработают, причем это, по-моему, к сентябрю месяца они обещали. Но все-таки, если убытки большие, на местном уровне можно решить, да, вот купить бойлер, собраться всем, да, и как-то... С управляющей компанией нужно искать технические решения. Нет такого дома, чтобы не было технического решения. Вот. Вот это вот... Обнадеживает. Конечно, знать и добиваться. Да, конечно. Прийти и сказать, вот такого не может быть, чтобы нельзя решить эту проблему. Давайте устанавливать там то, то, то технически и экономически оправданное. Следующий вопрос от Елены. Фонд капитального ремонта нам присылает квитанции. Но никто не дает гарантии, что он не исчезнет через какое-то время вместе с нашими деньгами. Надо ли платить? Кстати, вот этот вопрос, надо ли платить за капремонт, он и в прессе часто возникает, и в разговорах. Кто-то платит, вот даже в нашем подъезде. Кто-то категорически отказывается? Категорически. Говорит, меня никто не может заставить. Я ничего не подписывал. Вот. Фраза. А кто-то платит, еще вперед бежит, вот бабушки, быстрее, чем за квартплату, вот за капитальный ремонт? Ну, к сожалению, люди научены горьким опытом, что компании создаются, исчезают, банки исчезают, где люди хранят свои собственные средства. Научил тому, что не доверять. Но, с другой стороны, у государства не было другого выхода, кроме как вот этой кассы взаимопомощи. Ведь те деньги, которые мы сейчас платим за капитальный ремонт, это не только деньги будут жители. Сюда же почти в два раза больше будет вкладывать и государство. Но без наших денег тоже не получается ускорить проведение капитального ремонта. Эта программа рассчитана на 25 лет. В течение 25 лет, через каждые 5 лет, в каждом доме должен пройти какой-то один ремонт. Либо это замена лифтов, либо это ремонт кровли, либо это ремонт фундамента и подвала, либо это замена коммуникаций. Вот пять позиций, которые жители должны определить первоочередно. Конечно, вместе с управляющей компанией. Многие жители не знают ни что творится в подвале, ни что находится на чердаке, а уж в тепловых узлах, и тем более, никто там не был никогда. Вот мне очень нравится ТСЖ, председатели ТСЖ, те, которые, ну, как бы более хозяйственные. Хозяйственные, да. Они проводят собрание жителей в тепловых узлах и показывают. Ребята, это целый завод, это огромное, сложное инженерное сооружение, к которому нужно относиться и бережно, и что оно требует и вложения денег, и так далее. И тогда люди, как бы, сами уже понимают и более бережно к этому относятся. Ну, а за капитальный ремонт, конечно, платить надо. Программа, конечно, в прошлом году очень сильно пробуксовала, потому что начали мы платить, с сентября месяца начался отопительный сезон, уже нельзя было делать ни отопление, ни ремонт фасада, ни ремонт кровли. Такой очень период был. Сейчас эта программа идет полным ходом, даже где-то уже наверстывают, 15-й год дома подтягиваются. Если мы не будем платить, ну, я не знаю, сейчас разрабатывается закон, каким образом можно наказать жителей, как бы, недобросовестных неплательщиков. Потому что это закон федеральный. Но мы же ходим по зебре и только на зеленый свет, хотя мы никакие документы никому не подписывали. Есть федеральный закон, который необходимо выполнять. Он как бы в наших интересах. Тем более, что долг этот никуда не уйдет. Никуда не уйдет. Он останется... Он будет просто копиться. Он останется за вашей квартирой. Если вы будете продавать эту квартиру, и люди прекрасно понимают, они будут сначала интересоваться, погасили ли вы эти долги, уж потом будем с вами... Долга никто покупать не будет. Да. А прорабатывается такое положение, что будут, во-первых, увеличены пения. А пения у нас, это сейчас 0,1 сотая ставки рефинансирования, но она же идет каждый день. И когда иногда выходят на суд вот таким вопросом, пусть не по жилью, а по каким-то другим вопросам, где есть, там иногда превышает этот процент накрутки суммы основного долга. Поэтому, ребята, определитесь сами. Следующий вопрос от Игоря. Из Кировского района управляющей компанией ВАСК не продлили лицензию, но счета по-прежнему приходят. Мы их оплачиваем, как добросовестные жильцы. Не пропадут ли эти деньги? Или можно не платить? Во-первых, нужно иметь конкретную информацию. Для этого вам необходимо либо зайти на сайт жилищной инспекции, либо просто туда позвонить. И уточнить, действительно ли у ВАСК нет лицензии. Может быть, у ВАСК просто они переоформились, написали там другие училические документы. Посмотрите счета, те ли счета, которые приходят к вам. Ну, то есть сравните с предыдущими номерами счетов. Возможно, ну, это нужно очень быть, конечно, бдительным, потому что у нас авантюристов больше, чем достаточно, хватает. И полную информацию вы получите, конечно, в жилищной инспекции. Понятно. К другой теме хочу перейти, потому что тоже она сегодня актуальна. Проходит реформа местного самоправления. Как жильцы на это реагируют? В чем вообще это заключается, реформа? И к чему мы идем? Вот, как бы, что будет в результате этого реформирования? Хочется понять. Ну, я являюсь председателем общественного совета микрорайона, и мы сейчас в настоящий момент выходим к жителям и объясняем. И люди путаются. Говорят, Таня Ждван, ну, вы председатель ТОС, мы давно знаем вас. Зачем еще эта одна структура, и вот вы ее возглавляете? Ну, возглавляя ее, я говорю, потому что меня выбрали при голосовании. А реформа заключается в следующем. Если территориально-общественное самоуправление, оно работает с жителями, проживающими на определенной территории, то общественный совет работает не только с жителями, но и со всеми организациями, которые находятся здесь, для того, чтобы объединить все ресурсы, как жителей, так и организаций, для решения тех проблем, которые существуют на территории. Вот, ну, как один из примеров. Значит, есть банк на первом этаже, он недавно образовался. Естественно, начался ремонт. Жителям было это очень неудобно. Значит, вышли жители к этому банку и говорят, ребят, ну, вы занимаетесь бизнесом, но мы-то здесь живем, давайте сделаем так, что вы нам подъезд отремонтируете, сделаете ограждение, чтобы на территорию не заезжали. Какой подфуд интересный. Определимся по количеству машин. Вот наших машин жителей будет там условно 10, и одна машина ваша, потому что мы здесь живем, а вы приехали, уехали, клиенты, пожалуйста, в другую сторону, вы уж там их как бы сами, и нашли компроместное решение. Это вот как раз один из примеров объединения усилий всех как бы заинтересованных людей сторон. Ну, а при создании Общественного совета микрорайона будет, во-первых, реформа заключается еще и в том, что у каждого района города появится свой бюджет. Если сейчас они работают по смете расходов и доходов, то есть это зарплата сотрудников, там, содержание самого здания, оборудования, там, расходные материалы, то сейчас, кроме бюджета в районах, будут еще городские программы. То есть программа, двор, в котором мы живем, она как была, так и останется. Двор, который, то есть там освещение улицы, светлый город, тоже останется. Значит, программа там по озеленению, она останется. Но остальные те вопросы, которые можно решить на уровне города, ну, условно, там, ремонт триквартальных дорог, потому что до каждого двора невозможно дойти департаменту, имея такой огромный список этих дворов. Это быстрее будут решаться проблемы. Вот сейчас, например, условно необходимо снести какое-то аварийное дерево. Что делается? Пишется заявка департамента жилищно-коммунального хозяйства. Департамент сначала сформирует вот этот список, потом выходит на торги. Какая компания выиграет выполнение этих работ? Потом пока подписывает бумаги. Проходит порой и месяц, и два, и полгода для того, чтобы снести вот это аварийное дерево. Вот буквально на прошлой неделе в Ленинском районе провели свидетельствование деревьев по учебным и лечебным учреждениям. Вы знаете, сколько нужно снести? 89 деревьев. То есть они находятся в таком состоянии, что они могут в любой момент упасть. Это трагический случай с девочкой. Конечно. А это нужно сделать в целом. И, конечно, кто заинтересован? Глава администрации вместе с сотрудниками, так же, как и жители. То есть вот принцип вот деньги будут в районной администрации финансы, и принцип будет заявительный, да? То есть вот кто будет вот эти вот заявки собирать, кто будет принимать решения? Решение, да, значит, общественный совет, вот у нас сейчас осуществляется вот обход как бы по дворам, выявляем те проблемы, которые существуют у жителей, и формируем как бы предварительные уже те проблемы, которые существуют. После того, как у администрации появится список, естественно, по мере необходимости создастся какой-то список, и он будет согласовываться именно с общественным советом, а общественный совет с жителями. То есть и первоочередность, и выделение денежных средств, и контроль за выполнением этих денежных средств, он ляжет на общественный совет. Кроме всего прочего, я так думаю, что по образцу и подобию, как вот в других городах, у общественного совета тоже появятся какие-то свои денежные средства, которые можно решать, мелкие проблемы. Вот я в этом году была в Отрадном, и там общественный совет уже существует три года. И каждый вечер показывают по телевизору какой-нибудь из общественных советов микрорайона. Проблемы существуют разные. У них 100 тысяч выделяется на каждый общественный совет, и они уже по согласованию с жителями на сходе определяют, что важнее. Один общественный совет сказал, что у нас не хватает парковочных мест, но они живут как-то пошире, чем Самара. Есть где делать вот эти парковочные места. Второй микрорайон сказал, что у нас одни ямы до ухаба, нужна ремонт внутриквартальных дорог. А еще один из общественных советов решил, что им необходима сцена, где бы они собирались, проводили праздники. Была такая идея и о создании памятника, вернее, не памятника, а такого знакового места, чтобы отмечать рождение детей. То есть Аист приносит такой кулечек с ребятишками. Здесь зеленые, синенькие вешают ледочки, здесь красненькие, там столы есть. И люди как бы вот могут в любое место прийти и показать, что у них вот такой публичный праздник. И люди почувствовали, что что-то делать, деньги есть, и уже есть стремление что-то делать. Да. И желание, и возможность. Да, и возможность. Да, вот интересно. Ну и еще из районных советов народных депутатов, которые вот в сентябре будут выдвигаться в Думу депутаты от этих райсоветов. Поэтому люди должны как бы думать, кто будет отставить их интересы, приходя вот на все эти. Еще вопросы от Александра. Купил квартиру в новом доме для бабушки. Дому три года. Мы платим уже платим за капитальный ремонт. А доживет ли моя бабушка до капремонта? Ну это вопрос, конечно. Наверное. Нет, вы знаете, если это ТСЖ, я знаю, что несколько ТСЖ на территории города, когда началась вот эта вот программа, они должны были либо создать, открыть свой расчетный счет и собирать деньги на своем доме, либо пойти в региональную, это самое, к региональному оператору. И те дома, которые совершенно новые, они решением общего собрания собственников приняли решение, что они пока ни в какой программе участвовать не будут. Вот. Главное было принцип заявительный, заявить об этом, что они берут ответственность за содержание этого дома сами самостоятельно. Ведь при нормальном, когда жители сами оплачивают, когда есть специалисты на доме, ведь в чем заключается содержание дома? Не в латании дыр, а именно в обновлении. То есть если появился какой-то там свищ, то нужно менять, не заделывать этот свищ там бумагой, а вырезать этот кусок и менять трубу. И так постепенно в течение эксплуатации дома обновляется... А вот сейчас уже поздно это сделать, да, вот то, что вы сказали, взять ответственность за содержание на себя? Это нужно, во-первых, уточнить, какой протокол собрания они написали, то есть работать своим правлением. И опять же, выйти в жилищную инспекцию. Это нужно как бы через них там. Следующий вопрос Любовь Николаевна задает. Наш дом постройки 1873 года. Неужели его будут капитально ремонтировать? А мы-то за что платим? Есть такие дома, это дома, четвертая категория. Платят они, конечно, значительно меньше, чем дома более новые. Я так понимаю, что попали они в этот самый программ капитального ремонта, нужно просто смотреть техническое состояние. Да, как составлялась вообще эта программа? То есть подавали сведения всех домов, которые находятся на территории района, и затем их выстраивали в очередность. Ну, понятно, дома все равно не могут там 500 лет стоять, 600 лет, тем более деревянные, старые и так далее. Нужно смотреть техническое состояние, есть ли целесообразность вообще его ремонтировать. Может быть, он не сегодня, завтра вообще рухнет. У нас же были такие случаи, когда потолки падали на вот этих гневушках в домах, когда полы проваливались, когда дом перекосился. Есть программа отселения из ветхого и аварийного жилья. Нужно просто выйти в администрацию, посмотреть технические характеристики этого дома. Там есть комиссия. Ну, то есть, интересоваться судьбой своего дома. Понятно. Вернемся к реформе местного самоправления. Что сегодня делать жителям, горожанам? Вот как в ней участвовать? Нужно что-то делать или нет? Или вот... Нет. Потому что она проходит и кажется как-то параллельно. Вот с одной стороны реформа, с другой жители. Вот жителям... Я не знаю. Нужно их участие или нет? Нет. Участие жителей обязательно нужно. Как можно за жителей решить, что им нужно? Поэтому сейчас, я думаю... Вот что нужно делать жителям? На что обращать внимание? Где выбирать этих, смотреть кандидатов или еще что-то ничего? Такой нет работы. Нет. Общественные советы были созданы в основном где-то в марте, когда вышло постановление нашей городской думы. Во всех районах были созданы пункты приема. Может быть, слишком быстро все это прошло. Буквально в течение недели людей еще не довели эту информацию. Вот в нашем общественном совете Струковский 22 человека. Из них 8 человек это жители старшие по домам, представители школы, поликлиники, учреждений, которые находятся на нашей территории. И сейчас вот мы каждый вечер в 7 часов выходим, члены общественного совета, выходим к жителям, предварительно вывешиваем объявления, знакомимся, рассказываем о реформе местного самоправления и собираем обратную связь. Вот у нас такая тетрадочка есть, волшебная, куда мы записываем абсолютно все проблемы, которые существуют у жителей. То есть, чтобы быть своя активность, просто приходить на эти собрания и говорить о своих проблемах. Да, высказывать. Мы оставляем везде телефоны свои, можно и по телефону. Успеем ответить еще на один вопрос от Сергея Алексеевича. Платили управляющей компанией альтернатива, теперь пришла другая компания. Мы платим ей, а куда же делись деньги, которые мы заплатили альтернативе? Ну, если вы посмотрите на свою квитанцию, там есть содержание жилья и текущий ремонт. Содержание – это работа слесарей, электриков, административного персонала, расходный материал. То есть, это та статья, которая каждый день люди выходят на работу и за это получают деньги. А вот статья текущего ремонта – это деньги, которые аккумулируются на расчетном счете вашего дома, ну, раздельные, потому что учет идет. И вы должны были каждый год составлять план выполнения ремонтных работ и контролировать. Если люди совершенно безразличны к своему дому, то зачастую просто шли приписки на совершенно невыполненные работы. Сейчас, раз альтернатива исчезла, я так думаю, что спрашивать уже не с кого. А вот по работе с новой управляющей компанией я бы посоветовала, во-первых, получить тот договор, возможно, вы не участвовали в этом, а участвовал кто-то из ваших жителей. Есть ли у вас совет многоквартирного дома в вашем доме, который должен очень плотно работать с управляющей компанией? Понятно, да. К сожалению, надеюсь, Сергей Алексеевич получил, понял, что вы хотели сказать, потому что время уже стекло. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо вам за внимание, активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова